В центре, в центре Нью-Йорка, в центре в самом сердце практически Манхэттена произошло крушение вертолета, причем, как передают CNN и ABC News, вертолет врезался в одно из зданий. Известно, что это случилось в районе пересечения 51 улицы и 7 авеню. Сейчас со мной на связи пилот Дмитрий Авдеев. Дмитрий, здравствуйте, слышите ли вы студию? Гарри, добрый день, приветствую вас, Дан, печальная новость. Да, пока что известно об одном погибшем в этой катастрофе, это вот данные на текущую минуту. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот этот район пересечения 51 улицы и 7 авеню, он открыт для полетов? Эта зона находится достаточно близко от травмбилдинга, это зона закрытая для полетов гражданских судов. Но пока мы не знаем, какой это был вертолет, возможно, это был вертолет полицейский или каких-то других спецслужб, поэтому мы не знаем, нарушал ли он воздушное пространство в этой части Манхэттена. Вот сейчас СНН передает информацию о том, что это, вероятно, могло быть происшествие при посадке. Вероятно, пилоты пытались посадить на один из небоскребов машину, и произошло это именно вследствие неудачной посадки. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, сейчас в Нью-Йорке, в Манхэттене погода, ну, видимость, меня тут сложно оценивать, все-таки я не метеоролог, но дождь достаточно интенсивный, и вот просто визуально даже видимость не очень. Существуют ли какие-то ограничения по метеоусловиям на данную минуту? Видимость, безусловно, очень низкая, да, дождь и туман, я смотрел, значит, прогноз погоды практически, там не выше 200 метров видимость. Это допустимо? На каких типах воздушных судов это считается допустимой границей видимости для полета? Самое главное, что я хотел бы сказать, не только про границы видимости, а еще что, во-первых, посадки, посадки на крышах в Манхэттене запрещены, вот, после известного случая, когда вертолет совершил аварийную посадку на Панам-билдинге, которые сейчас метлайф-здание, это было почти, наверное, 30 лет назад, я уже точно не помню, вот, поэтому, если вертолет совершал посадку на крышу, то это должна была быть аварийная посадка или посадка каких-то спецслужб. Простой гражданский вертолет не может совершать посадки на здание. Тем более, в такую погоду. Значит, да, что касается погоды, да, ну, да, у нас вот все вертолеты сегодня на нашем аэродроме, все стоят в ангарах, никто никуда не летает. Потому что туристы тоже не летают в такую погоду, потому что как нечего смотреть, вот, и, естественно, скорее всего, что это вертолет каких-то спецслужб, я бы предположил. Денис Чередов, который находится на месте крушения. Денис, я приветствую тебя. Да, Гарри, привет. На самом деле, мы вот сейчас пытаемся... Стоите в пробке и пытаетесь пробиться, я вижу, да. Центр города перекрыт полностью, мы только что повернулись в 5-й авеню, и сейчас пытаемся попасть вот на 7-й авеню, где и расположено это здание. Это высотка, 54 этажа, именно на крышу этого здания, по адресу 787 7-я авеню, экстренно сел вертолет. Не знаю, говорили вы сейчас, известно ли, какая определенная модель вертолета совершила экстренную посадку. Но вот первые сообщения начали появляться примерно в 2 часа дня, в 2.15, о том, что в самом центре Нью-Йорка была сделана экстренная посадка. И на самом деле, вот правильно вы замечаете, до этого момента рассматривалась версия о том, что, может быть, это был какой-то террористический акт. Вот сейчас власти города и власти штата сообщают, что никаком теракте речи быть не может. Также известно на данный момент, вот мы сейчас следим и подъезжаем к этому месту, где произошла аварийная посадка вертолета. Известно, что один человек погиб. Ну и вот вы с Дмитрием, с экспертом, с пилотом сейчас разговаривали. Действительно, на крышах зданий в Нью-Йорке ни в коем случае нельзя садиться вертолетом. Это все произошло после запрета в 1977 году, когда последний раз было здесь крушение, в результате которого погибли 5 человек. Но вот сейчас мы пытаемся пробраться к этому месту и надеемся, что позже сообщим какие-то подробности этого крушения. Да, Денис, я желаю тебе скорее пробиться к месту происшествия. Мой коллега Денис Чередов, ведущий программы «Дежурный по Нью-Йорку». Я еще лишь добавлю, что сейчас до сих пор, вот вы видите, какие погодные условия здесь в Нью-Йорке, в центре города. Идет дождь, видимость очень плохая, если вы сейчас видите. И понятно, что, конечно, вертолету в такую погоду подниматься в небо над Нью-Йорком было, ну, как минимум, небезопасно. И хочу сказать, что как раз, когда первые сообщения стали поступать о том, что произошла эта экстренная посадка вертолета, аэропорт Нью-Йорк в Нью-Джерси и аэропорт Лагвардия в Нью-Йорке на время приостановили вылеты из Нью-Йорка и Нью-Джерси. Ну, вот как раз в этот момент и стали приходить первые сообщения. Большое спасибо, Денис. Я напоминаю, что буквально несколько минут назад произошла авиакатастрофа в Нью-Йорке, в центре Нью-Йорка, в центре Манхэттена. На пересечении 51 улицы 7-й авеню потерпел крушение вертолет, который, как сообщил губернатор штата Нью-Йорк, телеканал УСНН, пытался совершить вынужденную посадку на крышу одного из небоскребов. Мы будем следить за развитием событий, мы сообщим о предварительных результатах расследования, как только они станут известны.